Сибирская армия белых заняла Ижевск, Сарапул, Водкинск. Сломив упорное сопротивление, 5-й армии холчаковцы заняли Уфу. За последнюю неделю... Тебе кого, товарищ? Начальнику полетотдела. Так проходи. За последнюю неделю белые заняли Чистополь, Бугульму, Белебей, Стерли, Тамак, Бугу, Руслан. Да нет у нас такого полка. Нету. Как нет? Должен быть. Должен. Мало ли что должен. Вот ты должен в госпитале лежать, свою малярию лечить. А вот ты не долечился, убег от врачей и сам себя определил на фронт. Теория, это, конечно, геройство. А на практике одна морока и огорчение. Бывший 38-й Гренадерской. Тоже мне. Аттестация. Важно, кто ты сейчас есть. Вот. А ты кто сейчас? Где у тебя фронтовая путевка, где мандат от Всероссийского бюро? Я же уже объяснял тебе. Полгода валялся по госпиталям. Хворал, значит. Отстал от своего полка. Объяснял, я тебе поверил. Вот взял просто на свою совесть. А может, и проходим какой-нибудь. Может, тебя Колчак подослал. Да ну это я так, к слову. Мы ведь письмо перехватили. От денег на Колчаку. Они ворнаки о чем торгуются. Кто первый в Москву войдет. А нас с тобой они не берут в расчет. Считают, что красная ими вполне разбита. Ну это, конечно, в теории. А на практике мы еще поглядим. Слушай, Амелин. Ты дивизию потянешь? В каком смысле? А в таком смысле, что у нас новые ночди в четвертой. Понимаешь, из бывших. Такой, знаешь, прямой такой. Недушевный, такой грамотный. Ну, все понимают. Не уцепишь. Я даже боюсь его. Честное слово, боюсь. Даже рабею перед ним. Как перед унтером царской службы. Он, он унтер, а я новобранец. Вот бы тебе к нему комиссаром. Николай Павлович. Кутасов. Он самый. Батюшки мои. Дима. Николай Павлович. Дима. Амелин. Из наших гренадеров встречал кого-нибудь? Никак нет. Ну да. Ты первый. Тут, брат, такие дела, что в собственном кармане заблудишься. Обстановка прямо-таки фантастическая. Где он остыл? Сегодня сзади, завтра спереди. Где фланги? А Бог их ведает. Все шаблоны по боку. Классическую тактику в нужник да на гвоздик. Иначе нельзя. Невыполним и решаем задачи. А что ж ты тогда убирал? Свои, русские. Не пойду. Дурак был. Но об этом, друг мой Дима, не в двух словах рассказ. Был в моей жизни один знаменательный день. Да и с тобой захотелось постричаться. Но пришел, дали мне батальон. Через месяц полк. А сейчас... Ты чего выскочил, Петин? Товарищ наш дик, мы вроде как бы фактически заблудились. По причине полной темноты. Что? Вон там вроде как в деревенька маячится. Может заехать спросить? Ладно. Есть. Шляпа ты шляпа. Ну ничего, заедем, может молочка напьемся. Точно. А свои русские, Дима, на наших русских чуть ли не дюжину держав двинули. Правда и ракезов, и гутентотов нет. Но как поется мундир английский, погон российский, табак японский... Накурили, надышали, насмердили тут. Техтем каким-то страши. Почему охранения нет? Почему разлеглись, как король лавча, почему бордель? Небось дезертиры? Никак нет. Кто старший? Их, Высокоблагородие, Есаул Хвартунатов. О, Хвартунатов? Уже Высокоблагородие? Вот этот номер. Как сюда попали? Так, что делали реконсировку. Ну, пришлось тут это ночевать. А, допустим. А кто Ваш сосед справа? Сибирская арт-бригада. Слева. Бессмертный охвецерский полк. Вот тут я тебя и поймал. А сколько у них броневиков? Не могу узнать. Ну, наверное, Сюжину будет. Ошибся. Ну, не очень. Вольно. Пойдемте. Иван Сусанин, проснись. Николай Павлович, боялся? Я боюсь только мышей и дураков. А я опять боялся. Каждый раз одно и то же. Трясет сердце, как овечье хвост. Ну, что там у тебя? Так спирт ведь, товарищ Ночдин. Спирт, спирт. Был бы бензин. Давай, живей. Кутасов? Колька? Узнаю знакомый голосок. Фортунатов? Здравствуй. А я тебя ищу. Садись скорее, едем. Куда? После узнаешь. Давай быстрей. А говорили, ты у красных служишь. Что говорил? Назовите. Ну? Не помню. Не помните? Нечего болтать, милочка моя. Вы офицер, а не баба базарная. Садитесь, некогда мне. Познакомься, капитан Амелин. Из контрразведки. Фортунатов. Садись. Урядник, располагайтесь. У меня неприятность. Да ничего особенного. Через полчаса вернешься. Так. Значит, Ясаул. В штаб офицера и вышел. А что толку? Чин высокий, а должность урядника. Дюжина казаков под началом. А ты переходи к нам. Получишь эскадрон, а там видно будет. Куда это к вам? К красным. Да ладно, брось дурака валять. Куда же мы все-таки едем? Сейчас узнаешь. Дело в том, что я действительно служу у красных. Понял. Это тебе не ваша контрразведка. Тут железная рука пролетариата. Знакомься. Комиссар Амелин. Сволочек. Сиди тихо и слушай. Ты в плену. И мой тебе совет. Переходи к нам. Я с ним в Карпатах воевал. Толковый офицер. Я за него поручусь. Чем поручишься? Честью? Так нет же у тебя ни чести, ни совести. Искариот. Ты родине присягал и предал. Продал ее, мразь человеческая. Заткнись, Фортунатов, ты договоришься. Вези в чеканок, терви, жилы мотай на шомпол. Вот там я буду молчать. А тебе сейчас скажу. Ты свои 30 серебряников пропить не успеешь, военспец. Проститутка! Чуть что не так, чуть поскользнешься, они ж тебя и шлепнут. Мало нас таких на юге постреляли. Но я, покуда жив, буду молиться Богу, чтобы он не дал тебе этой легкой смерти. Чтоб ты дожил до нашей победы. Чтоб тебя вздернули на одном суку с твоим жидом комиссаром. Вашей собачьей жизни осталось 10 дней. Гнусь, мерзавцы! Ветер, растормози! Вылезай! Стреляй в лоб! Не надейся, не побегу. Пошел к чертовой матери! Ветер, поехали! Мы еще встретимся с тобой, Иуда. А не зря? А ну его к монаху. Все равно на допросе ничего не скажет. Ты же видел. Такой день был хороший. А что, Петин, комиссар-то у нас орел? Так точно. Налей-ка нам из бака. Есть. Выпьем по стаканчику для успокоения души. Только настроение испортим. Ничего, комиссар. Приедем, ждет тебя приятный сюрприз. Какой? А ты подумай. В дымной кофейне невольно загрустишь над письмом с далекой к ней. Сердце забьется, и вспомнишь ты Париж, и напев страны свои. Пусть, пусть, где-то счастливов, поход пора. Пусть, пусть, где-то счастливов, поход пора. Полк Смирра! Равнение налево! Товарищ начдив! Беспощадный пролетарский полк следует в баню! Докладывает ком-полка Камышев. Полк! Стой! Кругом! Для встречи с комиссаром товарищем Амелином Радовись! Ай, божечка ты мой, для чего ж ты худые и силы? Ну, худые ж теперь сгодные такие, а? Приехал! Мистер, я своротился, вот это радость, да краёв радость! Здравствуй, товарищ комиссар! И я здесь, товарищ комиссар! Тьфуара, берёмся, да стихни ты! Товарищ у нас! Ты что, не узнаёшь меня? Сразу узнал, зачем прыгать, как молодой газа? Я уже старый газа. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ. Ну, 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 ну. Военные счастья пока на их стороне. Они уверены в своей скорой победе. И вот именно сейчас, когда они не ждут ни сном, ни духом, мы и начнём наше наступление. Решительное наступление по всему фронту. Для такого наступления надо иметь тройной перевес сил. Это вам каждый юнкер скажет. Есть у нас такой перевес? Товарищ Кутасов обязательно должен укусить начальство. Я юнкерское училище не кончал, но эту премудрость тоже знаю. Но нету. Нету у нас тройного перевеса. Весь расчёт на внезапность удара. На сознательность и героизм бойцов. И на военный талант командиров. В том числе и на ваш, товарищ Ночдив. Потому что начинать будете вы. И вот ещё. Атакующая сторона теряет в четыре раза больше, чем противник. А для нас такая арифметика не годится. Таких потерь мы позволить себе не можем. Прошу учесть это в первую очередь. Ну а детали к начальнику штаба. Родины. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Да вроде бы. Вы знаете, Дима, так хочется быть нужной. По-моему, самое главное в жизни быть нужной. Уже поссорились? Нет, несложно. Садись, комиссар. Поехали кататься. Знакомься, твой боевой конь. Имя ему фабрикант. Возьмите меня с собой. Брысь. Я серьезно. И я серьезно. Брысь под лавку. Если опять станет кусаться, бей его коленкой в нос. Не убирай ноги. И еще одно. Я заметил тебя коробит, что я грубо разговариваю с Наташкой. Но поверь, я к ней отношусь. В общем, я знаю, как я к ней отношусь. Она этого знать не должна. Если жена начинает понимать, что она тебе нужна, что ты без нее не можешь, тогда конец. Всему конец. Как видишь, я стратег. Не только на войне. Ну, ладно. А теперь поговорим о делах важных, секретных и очень радостных. Итак, зачем меня вызывали? А вот зачем. В ближайшие дни начнется наступление. Настоящее решительное наступление, цели имеющие ликвидацию фронта. Полный разгром Колчака. А знаешь, кто нанесет первый удар? Ты. Да. Мы с тобой. Наша дивизия. Я рад, Дима. Честно сказать, я об этом просто мечтал. Дело в том, что у меня есть план операции. И очень хороший. Иди сюда. Смотри. Представь себе, что это река. Наш берег. Их берег. Мы с тобой сидим вот тут. А вот здесь, сверстал в десяти, железнодорожный мост. Вот он мост. Он у белых. И они будут драться за него руками и зубами. Он им нужен для наступления. А мы отберем у них этот мост и сами начнем наступление на их участке. План у меня такой. Дивизии придан бронепоезд. Им, кстати, командует наш друг, матрос Володя. К бронепоезду прицепляем полдюжины платформ. Сажаем на них десант. Самый надежный батальон беспощадного пролетарского полка. Они ударяют по белому плацдарму, захватывают мост, переправляются на тот берег и там занимают оборону. Их задача удержать мост. По нему в прорыв пойдет вся дивизия, а за нами соседнее соединение. Ну, что скажешь. Николай Павлович, ты не сердись, я, может, чего не уразумел. Вся надежда на этот мост. По нему пойдет наше наступление. Именно так. Начало мне понятно. Ребята захватят мост, закрепятся на той стороне. Но представь, что белые разрушат его. Тяжелая артиллерия. Аэропланы с бомбами или катера пустят по реке со взрывчаткой. Наступление захлебнется. Что тогда? Дима, браво, опять с плюсом. Не зря я тебя учил в военной науке. Сомнения твои резонны, но фокус в том, что никакие соединения в прорыв за броне поезда мне пойдут. Настоящее наступление начнется в другом месте. Именно тут, где мы с тобой и беседуем. Река широкая, мостов нет. Белики думают, что они тут в полной безопасности. Вот, полюбуйся. Это план хороший. А что будет с бронепоездом, с беспощадным полком? Я ж тебе объясняю, это блеф, обманка. Выражаясь по ученому демонстративный отвлекающий маневр. Они захватят мост. Видишь мост? Ну, вижу. Прорвутся на тот берег. Белые, безусловно, поверят, что там заварилась крупная наступательная операция. Раз поверят, то перебросят туда силы с соседних участков. В том числе и с этого. Что и требовалось доказать. Это я понял. А с ребятами-то что будет? Будут держаться, сколько сумеют. А потом? Ну, что ты заладил? Потом, потом. Потом суп с котом. Это война. Выходит, всех на верную смерть посылает. Володя, Уна, Корпушонка, всех своих. Не их, так других. Я же тебе докладывал, это война. Значит, так нельзя. А как можно? Ну, давай, предлагай свой план. И чтобы все были живы, все были здоровы. И чтобы еще Колчака разбить. Нет у меня плана. Но и твой не годится. Вот был бы здесь товарищ Ленин, он бы меня понял. Ленин, и меня бы понял. А вот ты меня понять не хочешь. Ты говоришь, посылаю на смерть. Я при этом сам рискую жизнью. Если что не так, если мой план сорвется, меня тут же расстреляют перед строем. Я-то знаю. Ты все равно делай так, как считай нужно. Конечно же, Коля, ты не боишься. Но я же не об этом. Ты понимаешь, что мы в начале всего? Нельзя нам с тобой жестоко сделать, несправедливости. Как с нас поведется, так оно и будет потом. Это как стенку кладут. В нижнем ряду кирпичи кривые, вся стенка к Киеву пойдет, завалится. Я с тобой согласен. Сто раз согласен. Но только ты скажи, как мне быть именно в этом случае. У них 15 тысяч, а у меня 5. Я должен фронт прорвать, а дивизию сохранить для наступления. Научи как. Наташка! Еще не пришла. Так что ты предлагаешь? Не знаю. Но обманывать людей нельзя. Им надо объяснить. И честно сказать, на что они идут. И никто не струсит. Объяснить. Сказать. Но ты что, милочка, в своем уме-то? В своем уме-то? Тогда я сам скажу! А я тебя арестую! Я тебя расстреляю! Своей собственной рукой! А если среди них окажется предатель? Ну не предатель, просто слабая душа. Перебежит к Колчаку. С испугу все расскажет, и что? Конец! Наступление-то сорвано! Батальон спасем, а фронт погубим! Ты уверен, что это единственный выход? Другого решения нет. Я его не знаю. Да и ты не знаешь. Пиши приказ. Командиром группы прорыва назначается комиссар дивизии Амелин ДС. Есть одна вещь, которую ты мне не можешь запретить. Я с ребятами пойду. Дима, не смей. Не пущу. Пустишь. Другого приказа я не подпишу. Командир у бронепоезда. Начальника штаба и комполка Камышова ко мне. Вот ты и доказал, что ты лучше меня. Пойдешь, отдашь свою жизнь, а мое ремесло отдавать чужие жизни. Ты, наверное, думаешь, что это легче. Товарищ Корпушонок! На прививку шагом марш! А мне прививка не потребна. Ну, я кляху. А я шахотка бываю. Товарищ Корпушонок, ведь вы же культурный человек. Гляди, живой. Отставить смерть. Андрей, держи портки бодрее. А ну, пока ж ранения. Ой. А, лео, с песней шагом марш! Видишь? Никакого вреда, а кроме пользы. Ты неневольно загрустишь Над письмом далекой к ней. Сердце замьется, И вспомнишь ты Париж И на бег страны своей. Эй! Пусть! Пусть! Конь, деда! Поход, пора! Цель за груз, Мальки, звав, Кричи и ура! Пусть! Пусть! Два! День чудеса Сюда Ножжёшь! Слово! Береги и ура! Какие у них силы перед мостом на этом берегу? Примерно полурота При трёх станкачах Окопы полного профиля Проволоки один ряд Мост заминирован? Да Я посылаю двоих на дрезине Одинутся в форму дорожных мастеров Как они, предмостный проскочит? Проскочит Ночью мы ликвидируем эту полуроту Штыками Без выстрелов Ночью нельзя разминировать мост Фарюм не посветишь Дрезина выйдет на рассвете Когда на предмостных будет всё кончено Операцию на предмостных Экипаж бронепоезда может взять на себя Ваша задача сходу прорваться через мост И запереть его И держать до прихода главных сил Нам нужны ваши пушки, а не штыки Ещё вопросы есть? Нет Вы свободны До завтра Вернее, до утра Начальника штаба, прошу остаться Значит, завтра вместе едем Дмитрий Сергеевич Продолжение следует... Продолжение следует... Браточки, глядите, наш комиссар Где? Где? Да вон на першем вагоне Возьми глаза у зубы Что фуражки махал, ну башил? Нет Вот ты, пойдут до комиссара Нехай нам слово скажет Ну что ж, товарищи Пути следования Конечно, соблюдать Революционную дисциплину И чтобы никаких там приключений С экипажем бронепоезда Тем более, что командир его Товарищ Кольцов Или попросту сказать Матрос Володя Вам хорошо знаком Вот В случае Непредвиденной остановки Вагонов не покидать И быть готовым Каждую минуту К боевым действиям Вот Ясно? Какие еще будут вопросы? Товарищ комиссар А правда, что в Америке тоже Революция загорелась? Нет, товарищи В Америке Пока еще нет А в Венгрии Точно Советская власть И у немцев В Баварии тоже Товарищ комиссар А як там Товарищ Ленин Як он тебе Чувствует Пульта Которым Яго стреляли Кажется, были не простые А отравленные Я тоже слыхал Но Ничего сказать не могу По здоровью Товарища Ленина Хорошее Своими глазами видел А про нас он не поминал Мы ведь с ним знакомы Я, конечно, понимаю Не до нас ему Но, может, ненароком Шутейно Как, мол, там они Щучьи дети Присягу исполняют Наташа Что такое? Почему такой похорон не видит? Почему мне радоваться? Патрельон По вагонам Первая рота По вагонам Третья рота По вагонам Вторая рота По вагонам Четвертая рота По вагонам Хотите военную тайну Мы начнем наступление Мы начнем наступление А вы нас догоните Только скорее А то соскучишь Хорошо Тогда хорошо Так что А вы КОНЕЦ Они уже все мёртвые Из них никто не вернётся Ни один человек Ни один человек из них не вернётся Замолчи, Фетин, поезжай, мы пешком Ты понимаешь, что ты говоришь? Кто тебе рассказал? Я с тобой не пойду Я с тобой ни одного дня не останусь Мне смотреть на тебя страшно Наташа, не надо сейчас, я прошу тебя Пойдём домой, успокойся, отдохни Ну, хочешь, я тебя умоляю Пойдём домой, ты успокоишься, тогда поговорим Боже мой, как ты всё знаешь наперёд Поплачу, успокойся, забуду Нет, никогда, никогда А то, что он мёртвый, ну что ж Ну что ж, мёртвых любит Ещё больше, чем живых Вот что, комиссар Ты теперь мой начальник Я это принимаю Но прошу тебя об одном Внутри бронепоезда я хозяин Я здесь завёл ослепительный флотский порядок Бьют склянки, ребята вахты стоят И ты мне в этом не мешаешь А как же анархия при такой дисциплине? Я для пользы дела Временно отшагнул от своих принципов Для пользы твоего большевистского дела А ты сумел меня этим упрекнуть? Как это глупо тебя характеризует Машинная! Белиас и Мелисандра На двадцать седьмой версте стоп Морис Миттерлинг Находишь время? Время? Это бельгийская красная резина Его можно растянуть, чтобы хватило на всё Была бы сила У меня хватает времени на книги, на мысли И на войну А между прочим, я раньше был вполне заверядной личностью Не выше прочей матрасни Напитки Мордобой Продажная любовь Отдал дань Увлечения этой моде Но для революции нужно совсем мною Человек должен быть чистым, твёрдым и неделимым Как кристалл Я это понял и переломил себя как тростинку Я составил точное расписание жизни Когда кончим войну, первые пять лет читаю книги Вторые пять лет изучаю основы наук Только основы, но зато всех наук Лишь тогда я смогу себя считать Достойным новой жизни И будет мне тогда Тридцать четыре года По-моему, возраст ещё живой Или ты считаешь, тридцать четыре — это уже упадок Дряхло из души и организм Пора останавливать То лес кончится В поле не спрячемся Машина! Стоп! Будем ждать Кого думаешь послать разминировать мост? Луна и Корпушонка Тебе им сознание, если бельки успеют его взорвать Им не надо вбивать Ты прав Сигналы помните? Помню А как же? Як только будьте усё в парадку Мы зажигаем гады Як яго? Фальшфайер Фальшфайер Артиллерист! Артиллерист! На фальшфайер отвечать выстрелом из носового по реке По мосту не ударь А там будут наши Итак, первый этап Мост Слыхал? Я за этим чёртом давно слежу Он тут под корягой обитает Слышишь, как плёсом бьёт? Буду на два не менее Полтора Давай в фельдфебели гранату купим И спустим вечерком под корягу А? Зажигать фальшфайер Сейчас Я на Волге не таких самого добывал Везёшь его на телеге А хвост по земле метёт Волга Где она? До неё теперь топать Милай Ну, милок, и подведи КОНЕЦ 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 Поручик Взрывайте С Богом КОНЕЦ Товарищи Нам досталась Особенная честь Мы с вами ключ Который открыл Тугую дверь к победе Слышите? Звенят рельсы И гудит почва земли Это идут за нами Сделанный нами прорыв Родные красные войска Идут худые на жирных Идут голодные на сытых Справедливые на негодяев А наша задача благородная и простая Каждый из вас понимает её Оборонять мост По которому сейчас на Колчака пойдёт красная лавина Огненная лава наступления Товарищ Камышов Приказываю Займите жёсткую оборону Жёсткую Есть Батарион К бою Первая рота к бою Вторая к бою Четвёртая рота к бою Четвёртая рота к бою Эх, имел бы я бумажку Закурил бы Да жаль Табачку не ма Дай трошки Табачку Надо меньше пить И свои иметь Ну дай хоть трубочки покурить Трубка, лёша, тишину не дам никому Шухна-то белоглазая Пуль подробненький Что это за местность Эстония Я не слыхал Николе Не слыхал только Клюхой Это правда В эстонце когда дали маленькие его Эстония Зато могила большой Весь мир Наш повсюду есть О, начинается О, начинается Больше не сунутся Они к мосту сунутся А там пушек нет Двигай к мосту Есть понял К мосту Продержишься без меня, комиссар Ты задачу помнишь? Держать мост Для подхода главных сил Вот-вот, выполняй задачу Бронепоезд завязал бой Белые отовсюду подтягивают мобильные части Афестерский полк туда идет Пошлите разведчика на тот берег Переводите командный пункт Ближе к переправе Есть Продолжение следует... Продолжение следует... Я здесь, комиссар Ну как, комиссар, держишься? Твои пулеметы помогли Я людей в бронепоезд переброшу Здесь не усидим Товарищ Скорбогатов Людей в бронепоезд Есть Сарпушова, вон он За мной в бронепоезд Что они сюда? Что же они и дынули? Похоже, что так Это хорошо, это очень хорошо, если это так Да, прекрасно Бегом! Да лучше скажи, почему наступления нет Чего они тянут? Могу тасову голову отвернуть за это дело Ну, пошли Чем вы тут дышите? Этим самым Сейчас в атаку пойдут Снаряды у тебя есть? Фугостка хватает Шрам Ты как видела? Маневрируй! Маневрируй! Уходи из-под обстрела! Не стой, как пуколы на огороде! Волны назад! Назад! Черт, силы есть, ума не надо! Ну что? Ушли из-под обстрела! Ушли, комиссар! Сейчас я его все-таки верну! Сейчас я его мозги Вправо! Машина! Что? Все! Встали на мертвый якорь Теперь точно как пуколы Вот теперь они нас накроют Ну, что, подпустим Пехоту, затаимся Нам бы полчертика их провалить Ну, что там? Рассказывай Пусто! На версту от берега Дальше не уверен А тут пусто Пора начинать Николай Павлович Рано Они могут повернуть С полдороди Пускай увязан С всеми четырьмя Побрюха По уши Велики бросили туда Арт-бригаду Все четыре дивизиона Да Это хорошо Это отлично Подпустим поближе Без команды Мистерлят Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Шамарин Я комиссар Вот смотри Сейчас поднимутся В атаку пойдут Бей по офицеру Видишь? Вижу Да у них все офицеры Вот с ногами Понял? Ниже возьми Вот молодец Длинного Слева Видишь? Ну погоди 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 Комиссар Погоди Левее Левее Возьми Артиллерист Береги кормовое По пехоте Не стреляй Бей по ихней батарее Тревожь их Сбивай с прицела Шамарина угодит Ну что комиссар Не придут наступающие И не должны были прийти Точно Скажи, ты С самого начала Знал всю эту процедуру? Ну, Кутас Ну, Волкодав Хитромудрый Кутас Сейчас наступает где-нибудь Чешет их В хвост и в дрим Все-таки обидно Мог бы сказать Но нет, не мог Вот тебе Круговорот Жизни и войны А ты, брат Философ 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 убит кровь нет сердце пьет что контузия ай ну ничего контужен и не убиты бога в душу трех святителей у на берите дрезину и везите его к нашим как хотите но увезите его отсюда такой человек обязан жить еще будет взроблена на тарану будут гады а 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 Ну, как по песенам? Здорово вышло. Без сучка, без задолинка. Листящая тактическая операция. Прямо как из учебника. Смотрите уж, не сгласьте. Попрошу всех замолчать. Свои восторги держите при себе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Москва. Наши потери... Какие потери у кутаторов? До батальона, пехоты и бронепоезд. Наши потери минимальные. Повторяю настоятельную просьбу изыскать средства помочь армии в боеприпасах, обуви, одежде и продовольствии. Ты мой самый хороший. Ты лучше всех на свете. Лучше тебя никого нет. Ты мой самый любимый. Наташа, говори громче. Я ничего не слышу. Нет, не скажу. Наташа! Ты умеешь с ним разговаривать. Скажи ему. Или напиши. В общем, разъясни. Что через час мы должны с ним ехать. Он и я. Наступление продолжается. Видно и вправду, наследие жизни одинаково. Никуда к этому не уйдешь. И еще скажи, если хочешь, что я его бесконечно уважаю. Ничего против него не даю. А против меня? Да. Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики, принимаю на себя звание воина рабочей и крестьянской армии. Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики, 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка